Доброго времени суток, дамы и господа. В этом видео хочу поделиться с вами информацией касательно быстрого получения знаний. В этом видео будет рассмотрено коженчество. Видосик построю в форме небольшого летсплея. Этот разбойник еще даже не 70-го уровня. И у него абсолютно ноль прогресса в Драконфлайте. Что ж, давайте начнем. Изначально, что я хочу сделать? Я хочу сдать абсолютно все пять искорок. Они потребуются нам, само собой, в будущем. С целью того, чтобы вообще развивать профу. Мы летим к алтарю и просто-напросто это скипаем. Потому что это уже твинг. И нам не нужно делать вновь все эти квесты. Просто забираем пять бутилированных сущностей и получаем пять искор искусности. В тот момент, когда мы апнем профу примерно до 60, можно просто-напросто сделать пять каких-либо крафтов и поднять навык на целых 15 единиц. И получить пять знаний. Это круто. 70-й уровень получен. Что я хочу сделать изначально? Изначально, пожалуй, просто-напросто у меня есть бешеное желание выкрафтить абсолютно все, что имеется. Потому что в тот момент, когда мы крафтим что-либо новое, мы получаем знания. Бонус за первое изделие. Поехали. Я заранее прилечу к учителю, чтобы обучаться новым крафтам. И кожу, чешую, всякие шкурки я уже подготовил заранее. Конечно же, нужно поставить таймер. И начну по гайдику делать. Само собой, гайдика будет в описании к видосику. Что нам нужно? С первого по седьмой навык. Крафтцы запястья. И крафтцы другие запястья. Окей. После этого мы делаем бутсы. Эти бутсы нужно изучить. Тут сразу выставлю фильтр. И уберу известные. И уберу недоступные. И образом будем обучаться только доступным крафтам. Это полезно. Это просто экономит место. Окей. На самых обычных крафтах мы прокачали профессию до 57. Можно еще, конечно, поделать какие-то крафты с целью того, чтобы получить знания. Само собой делаем их, разумеется. Куда же без них. Знания я специально не буду никуда вкидывать. На текущий момент знаний получено. 24. Кайфово. Также, я думаю, перед тем, как выходить в открытый мир, нужно немножко подгириться. Так как на ДК немножко ПВП шел. Могу просто-напросто проюзать сундучки с 408 шматьем. Ну и за дракония камня еще есть 398 вещицы. Пора экипироваться. Окей. Небольшая подлудка совершена. Гир, конечно, не максимально высокий. Но в целом, с целью того, чтобы комфортно чувствовать себя в Open World, пойдет. Возьмем квест на выполнение трех заказов еженедельных. Это первый момент, который мы будем делать. Каждую неделю, да, с целью получения знаний. Три знания за три заказа, которые можно скинуть с твинков. Это реально круто. Возможно, вы уже обратили внимание на Викауру, которая находится в самом верху. Да, это Викаура, которая отображает количество знаний, которые мы можем получить в неделю. И вообще, откуда мы их можем вылутать? Викаура довольно-таки полезная, кайфовая. И видосик с абсолютно всеми Викаурами, разумеется, я кинул в описании. Есть один моб, находящийся для кожевничества в равнинах Анары. Прилетим к нему, заберем у него знания. Эрден, мастер-кожевник, научи меня. И мы получаем 25 рвения мастера и дополнительно 5 знаний. Немножко АФК-шнул, делал себе большущую кружку чая. Сделал макрос для Драгонфлайта и для Зоролека. Как мы прекрасно знаем, имеются у нас сокровища, которые можно собрать единожды. И собирая каждое из этих сокровищ, мы можем получить по три знания. Сейчас мы отправимся все это делать. Но перед тем, как полетим по нужным нам координатам, стоит прикупить лопатки у Драконии Экспедиции. Летим в лагерь Драконии Экспедиции и попутно что-нибудь может быть лутанем. Например, прилетим сюда. Если у нас стоит какая-то модификация по типу Handy Notes, то мы можем найти такие предметы. Например, благословленная шкура. Вот она, подсвечена еще и фиолетовым. Тихо взял и ушел. Называется Нашел. Окей, летим спокойно в лагерь. Лопатки являются весьма ценным итемом, потому что, как видим по первой строчке, мы вылутываем целых два знания еженедельно для коженчества, как с земельки, так и с сумок. Сумок мало, и эти сумки юзают абсолютно все. А вот почву, почвы много, ее мало кто юзает. Поэтому лопатку, хотя бы одну, всегда нужно при себе иметь. Лопатки, которые покупаются в лагере, они пятизарядные. Лопатка, которая крафтся кузнецами, двадцатизарядная. Думайте сами, что вам хочется. Еще одно сокровище про лутона. Так, где там следующее? Окей, летим как дразус. Также можно собирать флажочки для раскачки репутации с драконьей экспедицией, потому что для покупки лопаток и для того, чтобы видеть сумки, почву, нам нужна известность хотя бы на одном персонаже прокачанная. И прокачать нужно хотя бы до пятого. Еще одно сокровище про лутона. Рвение лутается, знания лутаются. Это не может не радовать. Также надо по-хорошему собрать сокровища, различные, которые тут разбросаны. Сумочки, почва. Начнем про лутку. Отлично, первый еженедельный предмет получен. Набираем высоту и летим к следующей точке, где находится эпическое сокровище. Замечательно, второй предмет собран. Это значит, что мы теперь можем не собирать сумки, не вскапывать почву, и можно заняться другими телами в эту неделю. Еще один эпический предмет получен. Замечательно. Летим к следующему. Очередной эпический предмет. Вылутываем его. А, это не куст, а бочонок. Окей, хорошо. Бочонок так бочонок. Любимая локация. Варка супа. Таверна. Полная миска. Тут мы с барабаном вроде должны провзаимодействовать, насколько я правильно помню. Да, починить. Долгий фаст. Ждем. И теперь мы можем забрать его после того, как рак попрыгал. Абсолютно все эпические итомы, пролутанные на драконьих островах, остались за ролек. Но я упустил самый главный момент, с которого на самом деле нужно было начать. Летим берега пробуждения в Рубиновом этажизне. Там идет взаимодействие с консорциумом ремесленников. Нужный нам моб. Гефеста. Если мы полностью скипаем всю эту цепочку, мы теряем всего лишь один драконий осколок знаний. Драконий осколок знаний — это фиолетовые шарики, которые можно выменивать в количестве одной штучки на одно знание для нужной нам профессии. Не думаю, что это такая уж большая потеря. Если хотите, можете полностью сделать всю цепочку, начиная с задания Курьер. Что ж, я думаю, нужно драконий эти осколки знаний реализовать. Не зря же мы их вылутали. Летим в равнина Анаре. Там будет моб в пещере. И как раз таки у этого моба вымениваются все эти драконии осколки знаний на нужные нам знания для нужной нам профессии. На коженчество. Мы получаем одно знание для коженчества. У нас хуже 49. Будет суммарно 52. Также 50 рвения за каждый шарик. Немножко квестов для профессии находится здесь. Поэтому можно сделать их. И вылутать дополнительные ништячки. Например, реагенты для нужной профессии. Я же просто-напросто возьму руду, потому что руда обычно дороже всего. Хотя нет, шкурки подороже. К тому же они мне нужны. Почему бы и нет? Жажда работы, еженедельное задание, которое мы просто берем, сдаем. Получаем рвение мастера в зависимости от прокаченной репутации с консорциумом. Чем выше, тем больше рвения мы вылутываем. Можно забирать как тут, так и в городе. Поговорив с Томасом и забрав у него драконий осколок знаний, мы более не получаем квестов, потому что Кхадин уже известный нам моб. Мы уже взаимодействовали с этим мобцом. Летим к Варквинам для пролутки еженедельного знания. Замечательно. Итем пролутан. Далее нас интересуют трое драконы. И трое драконы, как пишут, находятся в большом количестве на берегах пробуждения. Туда, куда мы приплываем. Изначально нам нужно туда лететь. Окей? Наконец-то эта шкурка выпала. Далее, пожалуй, отправляемся в городок. И все накопленное рвение просто-напросто вымениваем. Но для того, чтобы это сделать, нам нужна репутация с консорциумом, прокачанная до максимума, хотя бы на одном персонаже. В целом, если репутация не прокачана вообще ни на ком, то мы используем контракт с консорциумом ремесленников и идем пылесосить локалки. Благо, у нас есть запретный край, пещера заролек, поэтому локалок много. Покупаем первые схемы, вторые схемы, получаем немножко рвения обратно и чуть-чуть не хватает, да? Окей, если для того, чтобы получить рвение, мы можем что-нибудь покрафтить, например, корзину, например, арбалет, например, накладки. налутается всего лишь по одному рвению. Окей, отправляемся в пещеру заролек, купим последние схемы чуточку позже. Три зеленые точки, пролетим по ним и вылутаем уникальные сокровища. Первая находится под повозкой разрушенной и изучаем сразу же, юзаем. Рвение вылутали, замечательно. А если бы мой маршрут был более точным, то уже бы и шарик этот был израсходован и уже был бы проюзанный. Вот так вот. Вылутываем ластовый итем. Конечно, можно цепнуться обратно в город через, например, Долоран, но не так быстро. Если на мейне у нас имеется раскачанный реноун с лаамскими нифами, то они будут продавать нам замечательнейший предмет, а именно знания летим в их деревушку. Гарлоу Марл, именно он нам нужен. За трехсотку припасов он продаст нам десять знаний. Это просто чудо. Конечно, с целью того, чтобы был тут припасы, мы должны поделать локалочки, позаниматься какой-нибудь другой активностью, но в целом это не проблема. и теперь, пожалуй, можно оставшиеся рвения в городе в основном выменять на оставшиеся схемы. Покупаем последний предмет и изучаем его. Что осталось по списку? Давайте посмотрим туду-лист, трактат и квесты на заказы. Трактат мы можем заказать, приложив абсолютно все реагенты через столик заказов. Не знаю, сколько его времени будут делать, потому что этот разбойник находится на сервере Дракономор. В тот момент, когда я отсюда трансферился в мае 2015-го уже сервер был не особо активный, а на текущий момент мне окажется все еще намного хуже. Трактат о коженстве. Помечаем его в избранное, потому что крафтить мы его будем каждую неделю. Конечно, можно их заранее выкрафтить кучу, но в рамках видосика он мне нужен хотя бы один хотя бы один. Купим реагенты. В целом, трактаты не слишком дорого оцениваются, поэтому комиссию выставим 50 золота. 50 золота за 2 клика. Я думаю, это неплохо для начертателя. Он будет очень и очень рад. Можно, конечно, больше, быть может, это повлияет на скорость выполнения, но кто захочет, тот скрафтит. Логика проста. Теперь нам нужно завершить квест на заказы. Что легкого имеется у кожевника и к тому же полезного? Давайте подумаем. Возможно, какие-то инструменты. Поэтому именно инструменты я, пожалуй, и создам. Создам что-нибудь. А что? Подумаю. И я не буду прикладывать реагенты, потому что, во-первых, у меня их нет, во-вторых, они все имеются на разбойнике. С твинка на твинка просто-напросто закидываю три заказа. Для того, чтобы выполнить заказы, которые были отправлены, нужно идти к учителю, именно той самой точке, где мы всему обучались. Вкладка заказы. Три частных заказа, публичных ноль. Будем крафтить именно то, что сами себе отправили. Отлично. Три заказа выполнено. Есть также квестики. Квестики, конечно, сделаем, разумеется. Почему бы и нет? Тут что? Ммм, шкурка. Круто. Почему бы и нет? Нам нужно сделать два костяных арбалета. Задание, которое, кстати, почему-то не отмечено Викаурой, что довольно-таки интересно. Возможно, потому что свежепрокачанная профессия, и Викаура просто не среагировала на этот квест. Не знаю, странно это. Окей, делаю два костяных арбалета. Дорогое удовольствие эти ваши арбалеты, но в рамках видосика я обязан их создать. Квест с сапожками можно было бы даже и не делать. Я просто-напросто получил 28 очков репутации с консорциум и шкурки. Также, если вам хочется получить очень много знаний за несколько минут, то рекомендую обратить внимание на пвпшные рецепты. Рецепты первого сезона называются Багрового бойца и покупаются у Каргонара за три почетных знака. Почетные знаки за пвп спокойно вылутываются. Покупаем все-все-все рецепты, крафтим кучу пвпшной брони и радуемся полученным знаниям. Обсидианового бойца текущего второго сезона вещицы. Рецепты можно купить на аукционе. Давайте глянем, сколько стоят разные рецепты на аукционе. 255 золота, 450, 789. А какой самый дорогой рецепт? КС самая дорогая выкройка? 2000 есть, 2600. Разная ценовая политика, какие-то знания выйдут дешево, какие-то знания выйдут дорого. Возможно, вы сами пвпшите, и вам будут эти рецепты падать. И не стоит забывать о ярмарке новолуния, она проходит раз в месяц, и там имеется задание для нашей профессии. В момент выполнения задания мы прокачиваем немножко навык, это полезно при последних поинтах для профессии, а также мы получаем немножко знаний. Стоит также помнить то, что у каждой профессии есть две фракции из четырех первоначальных, которые дают нам знания. Конкретно у кожевников это кентавры муруук и искарские клыкары. В тот момент, когда мы нажмем, например, по кентаврам и доведем реноун где-то до 13-14, до 14, да, знания ремесленника 1. Перемесленные знания кентавров у интенданта. Также за 24-й мы получим еще знания, поэтому кентавры, клыкары это основной приоритет при прокачке для конкретно кожевника. Хотите больше знаний, качайте стандартные дф-ные фракции. Ламские нифы дают нам знания, даже если у нас прокачано хотя бы на мейне. Думаю, самое время подводить итоги. Трактат так и не был скрафчен, сервер не особо активен, к тому же время уже довольно-таки позднее, несмотря на то, что выходной день, но все же. Знаний было получено 112. 112 знаний. Нужно подумать, куда бы их вообще влить, куда я хочу их вливать. Это довольно-таки решение серьезное и нужно все обдумать. Дисциплина к оженничеству это общая вкладка, которая на самом-то деле имеется у многих профессий, просто по-разному называется. И тут мы укрепляем знания основ к оженничеству, при этом мастерство повышается на единицу за каждое очко в этой специализации. Окей, хорошо, мы прокачиваем это на фул, потому что выкачать абсолютно все крафты на плюс 30 это круто, на 30 мастерства будет больше для абсолютно любого крафта, можем даже это проверить. Костяной арбалет было 62, станет 92, далее клобук было 70, станет 100, кольчужный, было 62, станет 92, рюкзак прочный, было 72, станет 102, давайте проверим. Даже больше, потому что имеются зубцы, которые дают дополнительное мастерство для всех крафтов. Тут 5, тут 10, вот оно и получилось, не 30, а целых 45 поинтов для абсолютно всех крафтов. Это ли не чудо? Это чудо. Далее то, что горит зеленым, можно просто изучить, даже не вливая сюда ничего абсолютно. И если мы хотим увеличить вдохновение, то мы качаем вдохновленные стежки. Если мы хотим нарастить находчивость для экономии реагентов, то мастер кожевник. Также стоит решить, что мы будем изначально развивать, кожаную броню или кольчужную. Думаю, играя на роге, выбор очевиден. Кожаное древо довольно-таки интересное. Можем пойти либо влево, либо вправо. Справа нас ждут 4 вещицы, слева тоже нас ждут 4 вещицы, разные само собой. И центральный талант, он разгоняет все крафты на тридцатку, а может быть даже и больше. Изучим его, пожалуй, на хотя бы 10 до начала. Далее мне хочется выйти в правую ветку. Она более интересная. Тут есть пояс, тут есть сапожки. Поэтому тридцатка сюда. Имеется 42 поинта. Я хочу полностью прокачать сапоги. А также пояса. Мы обучились новым крафтам, а именно 4 зачарованной жизнью перчатки, брюки, пояс и сапоги. Крафтя их мы будем повышать свою профессию. И она будет расти за каждую потраченную искорку на 3. Таким образом можно делать заказы например стринков или брать заказы у каких-нибудь пробных персонажей. Почему бы и нет? Если мы подставим абсолютно все реагенты tier 3, если мы закинем искорку, то в целом у нас даже получается неплохой пояс, но его мастерство занижено по той причине, что у нас просто-напросто не раскачанная профессия. Также у нас отсутствуют синие инструменты. Каждый насколько я правильно помню синий инструмент дает навык для профессии увеличивает на 4 на 6 и это влияет на мастерство. Ну и конечно же можно еще докачать изготовление кожаной брони до 30. Таким образом мы просто-напросто повысим еще мастерство на целых 20 единиц, но к сожалению знаний не так много. нужно ждать следующую неделю с целью того, чтобы вновь взять викли квест, вновь выкопать почву, вновь шотнуть протодраконов и варквинов с целью получения предмета синего качества для повышения знания. И все это по кругу, и да, таким образом раскачивается профессия, и да, таким образом раскачиваются знания. Как-то так. Надеюсь, видео было вам полезно. Всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!